Всем привет! Когда спрашиваешь, кто так сделал, слышишь одно и то же. Это не я. Как можно криво собрать вилку? Оказывается, можно. Всего-навсего не пропаять или не использовать наконечник. Так как правильно собрать вилку, чтобы больше в нее не залезать? Недавно вышел мой ролик про замену проводов в торцовочной пиле. На этом примере я и покажу, как необходимо собрать вилку. Итак, поехали! Из инструмента потребуются отвертка крест PH1 и PH2, кусачки, нож для снятия изоляции, глещ для наконечников, автоматический стриппер. Ссылки на весь инструмент я оставлю в описании. С помощью ножа снимаем верхнюю изоляцию. Важным моментом является обязательно работать в перчатках и то, что вести нож всегда необходимо от себя. Следующим этапом берем клещи для снятия изоляции и выставляем флажок на необходимую длину. И снимаем изоляцию уже непосредственно с каждого провода. Закручиваем провод и надеваем наконечники. Если нет инструмента для опрессовки или наконечников, то провода просто можно пропаять. Вставляем наконечники в клещи для обжима в соответствующую канавку. В нашем случае это 1,5 квадратных миллиметра. И хорошенько обжимаем. Теперь пришла очередь разобрать вилку. Так как у нас провод без заземления, то откручиваем только винты для фазы и нейтрали. Вставляем наши провода и обратно закручиваем. Далее фиксируем шнур. Здесь также важно фиксировать именно шнур в месте изоляции, а не провода. Затягивать винты на фиксаторе необходимо попеременно, чтобы избежать перекос. Далее еще раз протягиваем все винты крепления проводов. Затягиваем все винты крепления проводов. Сборка вилки. Всем удачи!